Есть ли необходимость учить детей английскому до приезда? Если речь идет о детях до 5-7 лет, нет, практически нет никакой необходимости, но если только вы сами не преследуете такую цель, и там, где вы уже занимаетесь, не преподают английский. Если дети старше, есть, ребята, есть во многих штатах, прежде чем их в школу запускают, тестируют на знание элементарного английского языка. Поэтому очень хорошо, чтобы дети уже знали алфавит, знали бы какие-то времена, допустим, что они существуют, хотя, в принципе, от времен Австралии уже ушла, но методика нашего преподавания до сих пор сохраняет, чтобы дети хотя бы знали хоть какой-то набор глаголов, набор каких-то слов, чтобы они в школе не терялись и хоть немножко понимали. На самом деле интеграция происходит очень быстро. Из моей практики я очень часто работаю с детьми, сам со своими детьми проходил эту интеграцию, три месяца, и, ребят, все сделано, без проблем. Поэтому ребенок уже говорит, и ты в этот момент начинаешь думать, а как бы он родной свой язык не забыл, что он говорит уже на английском. И тут главное не стать эгоистом. Я вот еще хочу сказать, что очень многие семьи за счет ребенка могут поднять и свой английский язык, потому что там идет прям native. Но нужно сказать, что в этот момент мы либо решаем стать эгоистами и поднимать свой язык, или все-таки сохраняем ребенку его язык. И в этом случае тяжело, когда ты дома разговариваешь на своем родном языке и постоянно перестраиваешься. Но тем не менее учить предварительно. Учеба – это всегда хорошо. Я сам как бы пропагандирую образование. Но насильно детей до семи. В принципе, нет смысла насиловать, но после семи есть смысл иметь базовые знания. Если речь идет о студенте, который идет уже в secondary school, здесь да, здесь есть смысл заниматься серьезной подготовкой ребенка, потому что там дальше уже идет очень много терминологии. И поэтому, скорее всего, если ребенок приедет, который не знает английский язык, его погрузят в класс интенсивного английского языка на 10-20, а может быть чуть дольше, но обычно это до 20 недель, после чего он только попадет уже в обычную школу и будет вовлечен в процесс всеобучия Австралии.